Вы слушаете канал жаж.клаб. Мистические рассказы. Монастырь в наследство. Продолжение. Часть вторая глава Одна дорога оставляла желать лучшего. Карету качала из стороны в сторону и от этого у пассажиров еще долго болело все тело. Темный лес почти не пропускал даже слабые лучи солнца, создавая иллюзию сумерек. Кучер лениво цокал на кони и жевал посохший хлеб. А я так больше не могу, простонала девушка, стараясь, удобнее усесться в карете, леди Аланда. Может, часть пути пройдем пешком. Тебе нужно стать терпеливее, с улыбкой произнесла леди, оставаясь сидеть идеально ровно, сложив руки на коленях. Это всего лишь маленькое испытание, которое готовит нас к более сложным, и ты должна научиться встречать их с гордо поднятой головой. Не забывай, откуда мы родом, да, леди Аланда. Густые, каштановые волосы были собраны в высокую и сложную прическу. Бледная кожа и огромные добрые глаза золотистого цвета. Леди Аланда представляла собой идеальное сочетание грации, красоты, воспитания и человечности. Ту самую человечность, которую титулованные особы старались избегать, леди Аланда, я вижу на вашем лице глубокую грусть, сопереживающе произнесла девушка, это усталость от дороги, Мариан, так, вы уже виделись с лордом Филиппом. От произнесенного имени Аланда на несколько секунд выпало из реальности. Вспомнились наставления отца, и слезы матери, пока их никто не видел. Как можно было договариваться о браке, как о сделке по покупке племенной кобылы. Хотя отец берег своих лошадей лучше, чем родных детей. И вот, в одно серое утро, ей, леди из рода Гринхейль, доложили о том, что она немедля должна отправиться в путь. Путь, который начертила сама судьба. Путь, который избрали звезды, который она никак не хотела принимать. Ее ожидала церемония помолвки. Родители прибудут через несколько дней вместе с приданным. Замужество в 23 года. Что может стать постыднее для дочери лорда Гринхейль? Только отказ от брака. Все произошло слишком быстро, ей даже не дали времени все хорошо обдумать. Возьми с собой только самое необходимое, говорила мать, и служанок, самая находчивая Мариан, твоя дальняя кузина. Пусть она немного несносна, но зато, с ней будет легче и веселее. И последнее, да, матушка, не перечить мужу и во всем с ним соглашаться, опустила голову Иоланда. Но я его даже не знаю, прошептала она совсем тихо, на нас идут войной. И только ваш союз сможет укрепить наши позиции. То, что лорд Филипп попросил т. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.